Сегодня во всех образовательных учреждениях страны были организованы патриотические мероприятия. Занятие в одной из школ Карачаева-Черкесии прошло при участии министра просвещения России Сергея Кравцова и председателя регионального правительства Мурата Аргунова. Подробности в сюжете корреспондента Артура Мхце. Вторая школа Станицы Зеленчукской стала местом проведения разговоров о важном с участием руководителя Федерального образовательного ведомства Сергея Кравцова и председателя регионального правительства Мурата Аргунова. С некоторых пор все линейки в нашей стране проходят под звуки гимна Российской Федерации. «Ура народная» Поначалу не очень стройный хор юных голосов с каждым тактом становился все громче и четче, чтобы под конец выдать уверенное завершение. Изучение и исполнение одного из главных символов государственного единства теперь считается в системе школьного образования важной частью патриотического воспитания подрастающего поколения. Выступавшие перед педагогическим коллективом почетные гости отмечали ценность тех мероприятий, которые в течение всего года проводятся в школах. Знать историю Родины – трагические и героические страницы ее истории. Без этого невозможно воспитать настоящих граждан своей страны – патриотов. Юнормейцы Станицы Зеленчукской оформили к 9 мая «Окна Победы». Ребята также прошли перед гостями и сверстниками бессмертным полком, неся в руках фотографии своих близких – участников Великой Отечественной войны. Чуть позже состоялся разговор о важном. Темой нынешнего занятия стал День Победы. Сегодня на уроке вы поговорите о героях, поговорите об уроках Победы, потому что, конечно, никогда нельзя забывать, это страшная трагедия и те планы фашистов, которые фактически вели уничтожение нашего народа. Зачастую уроки проходят в формате лекции, но во время нынешнего занятия у ребят состоялся диалог с наставником. Министр просвещения Сергей Кравцов интересовался у школьников биографией их родственников, которые внесли посильный вклад в общий успех. Тебе почему нравится история? История, потому что мне интересно знать не то, что было, какие-нибудь исторические факты, потому что, как вы говорили, что многие искажают историю, а нам нужно знать именно истину. А у тебя фотография… Это мой прадед. Это мой прадед, да? Ты можешь о ней рассказать? Я могу рассказать. Этот человек принимал участие все четыре года войны. Он был врачом и спасал раненых под городом Ржев. Чуть позже Сергей Кравцов поделился с журналистами своими впечатлениями от встречи со школьниками. Рассказал, что увидел в глазах учащихся. Вы знаете, неравнодушие. И действительно, ребята помнят своих предков, помнят День Победы. Вообще, в целом, очень важно патриотическое воспитание в школах. Сегодня, когда исполнялся гимн Российской Федерации, вы видели, все дети пели. Проведение акций и «Сады памяти», «Окна Победы» и множество других акций, в которых участвуют наши школьники. Самое главное, то, что они участвуют, это от души. Это вот неформальное такое участие. Они переживают. Значит, у нас есть будущее. Руководитель Министерства просвещения России также отметил значимость создания школьных музеев, где учащиеся могли бы прикасаться к истории. Не только перелистывать страницы прошлого на теоретических занятиях, но и изучать их с помощью экспонатов. Артур Мухцелий Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия, Зеленчуковский район.